1, 2, 3, 4 Я еще в детстве начал увлекаться В школе меня учился Начал увлекаться контроль Наверное, все знают эту игру Counter Strike И, короче говоря, начал играть И думал, какой сделать ник И что-то на голову пришла мысль Делать, типа, ник кукиш Ну, типа, такая штука Ну, и думаю, вроде нормально И парни говорят А я как бы не знал вообще, что это значит кукиш А парни говорят, типа Ну, это, типа, значит, вот это вот Типа, как дня, короче Или как-то было бы нечестно Макс, видел, грубо говоря Короче, я, типа, меняю название, короче Либо букву перестал, как-то на другое место Не знаю, что-нибудь надо сделать Но я решил, типа, на конце просто прибавить букв КПС Получилось кукиш Только потом я узнал, что кукиш Переводят с английского или с американского Все равно переводят как печенье Да, но, по-моему, у тебя имя пишется по-другому Другими буквами Ну, да, пишется по-другому Но, если, допустим, я буду, допустим, в Англии Там или в Америке где-нибудь, да Они же все поймут при печенье Да, произношение такое же Произношение такое же, да А все равно другая совсем Интересная история Такая история, как бы, интересно, смешная Но мне нравится, главное, что мне нравится Вот, понятно А вот с чего началось вообще твое увлечение Ну, танцами и именно брейк-данс Почему брейк-данс? Ну, вообще изначально я выбрал спорт Еще в детстве я пошел гимнастикой заниматься Было тяжело, я занимался три года Было... я не успевал на учебу вообще Вот ты после учебы сразу видишь на тренировку И было тяжеловато, и я решил бросить Я всем до сих пор жалею, что бросил Потому что гимнатика для меня самая любимая из спорта Потом пошел в футбол играть В футбол тоже мне очень помог И однажды мы сидим в школе Это было в девятом классе И нам приходит в школу преподаватель Который набирал набор группы по брей-дансу Ну, я решил пойти с братом и посмотреть, что это такое Потому что я раньше знал, что это такое И всегда хотел заниматься А тут такая удача была, что такой преподаватель И хочет взять группу и сделать Ну, я пошел, мне очень понравилось Это было в 2007 году Начал заниматься... После я начал... Это была танцевальная студия Занимался я там до 2009 года, то есть два года Изначально мне брейкинг дался сразу Потому что я занималась гимнастикой Была хорошая физ подготовка Вот После я пошел... Я узнала о такой школе брей-данса, как полнорез И я пошел на полнорез Первый преподаватель, который это был Влад БМТ Скажем так, мой сенсей Огромное спасибо за это Он многому научил Ну, полнорез я занимался где-то года два И вот сейчас уже... То есть итого 4 года на тот момент было И сейчас уже два года как занимаюсь Без полнореза, без преподавателя То есть сам по себе? Сам по себе, да Уже сам развиваешь какие-то свои фишки и так далее А вот ты говоришь, тебя всегда... Ну, начал свою историю о брейк-дансе О том, что тебя всегда интересовало Вот в чем корни этого, так сказать? То есть ты увидел это в интернете? Где ты еще увидел? Дело было совсем примитивное Я это увидел в лагере Я очень много ездил по лагерям Летом в особенности Мне очень нравились эти лагеря вообще И там парни просто лобали брейк Лобали как-то холли, я помню И подошел просто, спросил, как зовут Познакомились, связалась дружба Начали общаться Ну и там начали показывать основы Первые шаги И мне очень понравилось И после именно лагеря этого Я приезжаю в Москву В сентябре, можно После лета просто И тогда уже загорелся У меня появилась мысля Хочу танцевать У какой-нибудь преподавателя Не сам по себе, а у кого-нибудь У какой-нибудь преподаватель Я в пользу слышал Здорово А вот, насколько я понимаю Ты специализируешься именно на футворке Да, мне нравится футворк Может быть, немного проще Но футворк как таковой Он не такой простой, как кажется Многие говорят, что футворк очень легко Согласен Да, согласен Вообще, тот спор между футворком и футворком И танцем Но бесполезно Кому что нравится Согласен Мне нравится делать футворк И мне нравится его повышать Постоянно повышать То есть, находить новые фишки Находить новые связи Находить новые переходы Это очень интересно И что я понял, что Тут нет ограничений Нету порога Нету потолка Можно всегда совершенствовать Вот в день Я прихожу И каждый раз открываю для себя что-то новое Вот даже не успеваешь Вот не записал У меня что-то такое бывает Что в голове не откладывается Допустим, я что-то сделал А мне откладывалось в голове И знаешь, потом вспоминать То есть, я к чему это говорю Что очень много приходит идей И из которых ты очень много чего забываешь То есть, тему все потому, что Вариатов у нас Куча вариантов То есть, происходит у тебя Постоянное развитие Новые идеи Ты какие-то из них Пусть забываешь Какие-то из них у тебя запоминаются Ты развиваешь их Идет постоянный рост Совершенствование личности Если можно так сказать Да, да Здесь важно еще То, что я делаю на тренировках Это одно А то, что любой Или дикюк делает на Батле Это совсем другое Потому что Раскрыть себя На тренировке В батле Тяжелее Тяжелее Чем Тренировке Потому что Вот почему Просто немножко нервничать Допустим Волгуешься на батле Чуть забываешь Можешь там, не знаю, сложать Впрочем Надо просто практиковать Практиковать И не бояться Все получится А еще вопрос По футворку Вот Почему изначально Ты именно футворк предпочел Там уже Допустим Пауэрмув Ну Скажем так Пауэрмув Для меня Пауэрмув Пауэрмув Я могу делать Простые вещи Вот Футворк Он проще Ну Ты можешь его делать Настолько чепко Что он будет смотреться Не менее эффективнее Чем Пауэрмув Если ты не можешь Оставаться В футворке Настолько А сейчас Надо мудраться Сказать Может выглядеть Так же Как и Пауэрмув Тоже изящно Тоже красиво Может быть проще Но если ты работаешь До четкости Это будет тоже красиво Посмотрим Например Алинет Делать на обычном Вазу А делать на таком уровне Ну как бы кажется Что это вообще И еще одна тема Которую я хотел Обсудить с тобой Тебе сегодня предстоит Быть судьей Тебе это впервой Вообще нет? Нет не впервой Не впервой Уже четвертый раз Но я прям Очень хочу судить Ну прям Не постоянно Мне важно Практиковаться Судействие Может быть я еще и молод В этом плане Но Говорится Нужно практиковать себя Чтобы Научиться судить Нужно практиковаться Судить Может быть Своё Мнение Но Как сказал Первый преподаватель Судья Нужно практиковать Важно мнение Твоё собственное Не судейское Но я надеюсь Что сегодня понравится Всё Твоё судейство Я надеюсь Для себя в первую очередь Для людей Ну а приходилось когда-то Как судье Принимать какие-то Сложные решения Которые с трудом Удавались Вообще Нет Потому что Я судил В основном Начинающий Батт Сегодня будет Мелый раз Когда я сужу Такой Ну более высокий И вот мне кажется Сегодня будет Служновато Ну лично для меня Хотя Я думаю Не так сложно Будет Потому что Объективный Судья Типа я сегодня Колючий Судья Уж он-то точно знает Потому что У него представитель Старой школы Ему наверное Викле В общем Всё будет нормально Ясно И вот задам тебе Ещё один вопрос Который вот из фильма Шаг вперёд 3 как раз Такой вопрос может быть На вечную тему Что для тебя Танцы? Что для меня танцы? Ну это как стиль жизни Как ты это опишешь? Это как вдохновение Хотя Лично я Вдохновляюсь Не только танцами Я вдохновляюсь Фильмами Музыкой Только по брейкингу Не только панком Вдохновляюсь Вдохновляюсь всем Вдохновляюсь Фильмами Вдохновляюсь Не знаю Фильмами Всем чем угодно Книгами вдохновляюсь А именно танцами Я как средство Не только Средство Существования Но и средство Решать Можно много говорить по этому поводу, говоришь, что это меня, танец это жизнь. Понятно. А вот смотри, ты сейчас, в принципе, занимаешься и достиг уже таких успехов. Я тебе как зритель просто говорю из того, что я видел, может быть, видел я и не так много, ну и считаю, что у тебя все вполне и вполне. И вот какие-то, может быть, планы у тебя на будущее есть, как стать профессионалом и так далее? Да, планы есть на будущее. Мне в последнее время очень понравилась номинация, которая называется «Октагор». Кто может знать, что это фишки, да, и в ограниченном пространстве в бой танцуют. Ни цель, ни задеть фишку, чтобы она не упала. Если задел, то проиграла. Мне номинация очень понравилась. Последние команды, в которых я участвовал, они были недавно. Я все их выиграл. Я хочу поехать, будучи на IP и, наверное, выиграть там первое место. Ну и вообще, дальше развиваться по футборку. Меня, говорят, и вообще, курить вообще. Профессионалам, значит, не уметь все. А значит, рисовать всю свою жизнь ты можешь быть профессионалом, но не уметь как бы быть по футборку, да? Не обязательно быть по футборку, но быть профессионалом. Нужно просто танцевать. Тогда ты обязательно станешь профессионалом. То есть, нужно просто тренироваться. Кто тренируется, он обязательно добьется через вот так, как и в жизни. Ну, а от того, как у меня цели, это уже зависит от человека, в первую очередь. Моя цель, это пока, ближайшая цель, это актагон, быть чемпионом, быть чемпионом по актагону. Понятно. Ты молодец. Ну ладно, спасибо тебе за интервью. Удачи сегодня в судействе, как бы с дебютом, чтобы этот дебют прошел хорошо, без особых эксцессов. Давай, счастливо. Спасибо.